Уважаемые болельщики, ждем вас завтра в 19.00 на игре против Динамо в волейбольном центре Санкт-Петербург. Приходите, болейте! Динамо в волейболе Кемпиону страны приедет московская Динамо. Обычно в наших превью мы больше говорим о соперниках, но в этот раз мы позволим себе некоторое отступление. Главными действующими лицами предстоящего суперматча станут, конечно же, волейболисты Зенита и их самые преданные болельщики, ради которых клуб организовывает яркое шоу с множеством сюрпризов и подарков. Наиболее ярким из которых, пожалуй, станет послематчевая автограф-сессия абсолютно со всеми волейболистами казанской команды. Но произойдет это лишь после того, как зенитовцам будут вручены золотые медали чемпионата страны, которые найдут своих обладателей сразу же по окончании встречи. Честно говоря, пока никакого общения нет, рабочая обстановка, завтра посмотрим. Я сам первый раз в этой ситуации. Боюсь, что это как бы просто не сыграло с нами злую шутку, поэтому завтра будет важно, то есть именно отнестись к матчу с точки зрения важной игры, какой-то финальной игры. То есть тогда будет легче финаль четырех. За три тура до конца нынешнего чемпионата, в котором не будет розыгрыша плей-офф, зенитовцы обеспечили себе первое место, тем самым завоевав восьмой в своей истории титул чемпионов страны. Оставшиеся же матчи чемпионата казанцы проведут в первую очередь с прицелом на предстоящий финал четырех Лиги чемпионов, который пройдет в Польше 16-17 апреля. Нам очень важны эти игры против Динамо, потому что это сильнейшая в чемпионате, и это будет хорошая репетиция и проверка перед финалом четырех. Наверное, такой хороший для нас график, что Динамо и Белгород осталось на концовку, и мы сделаем все, чтобы создать какую-то похожую атмосферу финальных матчей. Что касается гостей, то в начале сезона именно московская Динамо выглядела главным конкурентом «Зенита». Казанцы дважды лишь на тайбрейках вырывали сумасшедшие по накалу встречи с москвичами. Первый прошел в третьем туре на улице Лавочкина, где блеснул в концовке Вильфреда Леон. Второй состоялся в Калининграде. В полуфинале Кубка России казанцы вновь совершили яркий камбэк, а та победа открыла дорогу к трофею, который спустя сутки «Зенитовцы» подняли над Беловой. После этого «Динамовцы» оказались в яме, окончательно отстав «Зенита» в розыгрыше чемпионата, вылетев сначала из Лиги чемпионов, а потом и из Кубка ЕКВ. К тому же столичный коллектив из-за допингового скандала потерял Александра Маркина, а позже из команды был отчислен Алексей Обмачаев. Правда, одержав два тура назад победу над Белогорьем, именно белоголубые являются главными претендентами на серебряные медали и прямую путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Они все равно идут на втором месте, команда, которая претендует также во всех турнирах на самые высокие места, как и мы, но что-то у них не получилось. Завтра будет интересно, играем, есть что нам доказать. Довольно неплохую форму набрали лидер команды, Зайцев и Максел Холд. Команда, по моему мнению, играет в самом быстром лейболе в чемпионате, и против нее очень сложно играть, если дать им принимать. Те игры, которые были в этом сезоне против «Зенита», две игры по 3-2, и это было очень красиво, у любого высокого качества. Итак, заключительный домашний матч нынешнего сезона. 6 апреля в 19 часов по московскому времени в центре волейбола Санкт-Петербург. Всех болельщиков мы ждем за час до начала матча. Для вас яркое шоу, множество подарков и послематчевая автограф-сессия со всеми игроками «Зенит Казань» как самый лучший подарок для самых преданных болельщиков к окончанию сезона.